Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И мы начинаем вторую часть нашего открытия ГЭС-2, Discovering GES-2. И первой просим выступить генерального директора фонда ВИЭСИ Терезу Ярочи-Мавику. Пожалуйста. Добрый день и спасибо большое за то, что остались с нами до сих пор. После того, что Леонид Викторович и даже Рен Цупьяно сказал, что они волнуются, вы можете представить, как я себя чувствую сейчас? Просто слов нет. И чувствую я себя так, потому что у меня, наверное, самая неблагодарная роль, потому что мне нужно сейчас делать отчет. Мне нужно вам рассказать 10 лет жизни работы, так как фонд был открыт в 2009 году. Мне сказали в 10 минут. И мне сказали ничего не забыть и никого не пропустить. Поэтому вы уж меня простите, но я буду смотреть в записке, потому что иначе вы знаете, как это будет сложно. На самом деле, без шуток, это очень важный рассказ. Во-первых, потому что мы очень любим рассказы. А во-вторых, потому что это рассказ о том, как из маленького частного фонда выросла институция, которая претендует сегодня стать публичной. И о том, как мы стремительно к этому шли с самого начала. Я бы начинала сказать, что история фонда ВИИСИ – это очень современная сама по себе, так как это история роста самосознания. Путь от личного опыта, опыта индивидуального коллекционера к принятию той социальной ответственности, которая лежит на каждом культурном деятеле. Признание культуры своим гражданским долгам. Возможность принести пользу людям. Вы спросили, Леонид Викторович, почему он это делает. Он не сказал, потому что человек достаточно стеснительный тоже, да, и скромный. Не сказал, но самый ответ, самый важный – это то, что мы это делаем для людей. Именно это стало нашей изначально движущей силой, и именно эту модель мы хотим применить на ГЭС-2. То есть преодолеть отношение к пространству культуры, как к заповеднику, территорию для узких специалистов, открыть с себя общество. Все началось 10 лет тому назад с выставки «Модерникон», которую многие тогда назвали «Рубиконом» в истории современного русского искусства. Это было 20 художников разных поколений, но многие из которых, я бы сказала, большинство из которых, никогда до этого не выставились за рубежом. Под визионерским кураторством Франческо Бунами и Рене Кальдерони они доказали западным профессионалам, что художественная сцена в России жива, и что за пределом ее официального искусства существует целый яркий мир. Успех «Модерникон» навсегда определил наше кредо. То, что я хочу назвать стратегией необходимого, неизбежного диалога во всей полноте этого слова, где фонд всегда выступает посредником, связывающим элементам. Диалог – это будет мое слово сегодня. Диалог – как смелость инициироваться в разной форме сотрудничества в мире, где оно, это сотрудничество, становится менее и менее популярным. Независимо от политических повесток везде в мире, мы не прекращали продусировать работы и организовать проекты в Европе и в Америке. Продолжали развивать партнерство с главными культурными институциями мира от Тейта до Муха, от Нового музея до Художественного института Чикаго и еще много других. Как человек, рожденный в Европе, я всегда осознавала незаменимую роль России в единой европейской культурной ландшафте. И самое главное – побуждала к сознанию этого других. С этой убежденностью мы обосновались в Венеции, городе, которое по определению, где диалог мировых культур непрестанно ведется посредством Беннале. Там мы на практике применили формат совместной работы малоизвестных на Западе русских художников с западными коллегами, идеологически и стилистически похожих авторов, но только в силу происхождения, имеющих разные судьбы. Спустя несколько лет в Венеции появилась штаб-квартира фонда ВЕСИ, где из год в год мы представляем художественные проекты, которые исследуют важнейшие темы современной культуры. Даже в условиях отсутствия собственного пространства разносторонный диалог мы продолжили и внутри своей страны разными способами. В течение 10 лет фондом было издано множество книг, заполнившие фундаментальные лакуны в издательском деле, как отечественном, так и зарубежном, потому что мы перевели на русский язык классические новейшие работы по истории и теории искусства. А также, куда более амбициозно, мы опубликовали на английском не только материалы, связанные с выставочной, образовательной и научной деятельностью фонда, но и оригинальные исследования местных авторов. Мне кажется, для этого нужно быть очень смелым сегодня. Также уже 5 лет функционирует при фонде исследовательская платформа CEM. CEM – это акроним, который значит «Центр экспериментальной музеологии». CEM проводит исследования в области музейных практик, начиная с ранних радикальных экспериментов русской авангардной музеологии и до сегодняшнего дня, когда вопросы о месте и роли музея в обществе стали вновь остро актуальными, когда культурные институции, как мы, стараются переизобрести себя заново. Не могу не вспомнить еще одно важное образовательное начинание фонда – программу грантов на обучение за границу для молодых художников и кураторов имени Ольги Лопухова, куратора, которая была и остается не только для меня, но, я уверена, для всех русских, сидящих в этом зале, знаковой фигурой нашего времени, символом веры в будущее российского современного искусства. Фонд ВИСИ, как вы понимаете, всегда стремился быть страдунион, создавая проекты в сотрудничество с другими культурными институциями в диалоге с профессиональными и с межикобластей. Мы реализовали много смелых инициатив, привлекающих современных художников туда, где им не положено, не свойственно было быть. Позволите напомнить и назвать героическую выставку Михаила Толмачева в Музее вооруженных сил в Москве, в центре города. Выставка в Музее меценатства или в Институте Африки или в Историческом мемориальном музее Пресня значительная часть, например, чтобы недавно историю рассказать, проекта «Ты насыгал» была представлена в Государственной Тротяковке галереи, что позволило не только иначе взглянуться на известные работы художника, но и наделило их новыми смыслами, дало неожиданное прочтение. Процесс диалога мы развивали и между поколениями. Десять лет тому назад свою локальную деятельность мы начинали первые музейно-персональные выставки в России, величайшего, до сих пор, по мне, недостаточно хорошо представленного художника Андрея Монастирского. Ретроспектива Монастирского была тогда необходимостью восстановления справедливости, знаком глубокого уважения к современному классику, чье значение для отечественно-современного искусства колоссально. И тем не менее, почерк фонда все же опознается по работе с молодежью. Мы всегда верили в молодых и даже юных художников, давали им возможность произвести свои работы, показать их, стать в один ряд с немолодыми, знаменитыми и даже нероссийскими. Хочу это очень четко произвести, что мы никогда не боялись и не думали, что молодежь нас подведет. Да, бывает сложно, порой очень сложно, но мы не перестаем поддерживать с молодых. И только потому, что будущее принадлежит им, и мы продолжаем у них учиться. Сегодня в фонде работают уже больше, чем 80 ребят, и большинство их имеет возраст меньше 20 лет. С момента появления фонда одной из основных задач было сокращение дистанции между обществом и современным искусством, преодоление страха, который рождается от его непонимания, объяснение суты, выскрытие корней. Мы убеждены, что понять современность, то есть наладить с ней товарищеские отношения, можно только осозная ее истоки. Мы понимали, что достижение этого возможно только при помощи внимания к контексту, то есть возобновлении диалога с историей. Без знания прошлого невозможно движение в будущее. В этом смысле все проекты фонда, мне кажется, можно определить, как полноценный разговор о современности, важное место, в котором занимается и занимает именно производство новых работ, представляющие собой не готовые ответы, а заново изобретенные способы видения и обсуждения исторических вопросов. Поэтому я сказала бы, что фонд ВИСИ это проект о роли искусства и его отношениях в отношениях с обществом, в котором оно рождается. Это инструмент расширения пространства, размывания границы между собой и средой. Таким образом, искусство нами всегда рассматривалось как социальная практика. Прежде всего, мы хотели вернуть публику в его центр. В некотором смысле перезапустить те художественные поиски, которые вели еще художники-авангардисты, признанные создавать коммуникативный опыт, способные обвлекаться аудиторию и именно путем ее активной причастности создавать новую культуру. Так мы изначально отказались от моделей институции, считающие себя способны обучать массы. Знание, на наш взгляд, невозможно всегда покровительство передавать, его нужно переживать. Мы всегда думали о фонде как об институции вне дисциплинарных границ, открытия для всех, где каждый может реализоваться свой потенциал. Мы глубоко убеждены в том, что высшем смысле искусства это непосредственное участие в организации окружающих мир, нас. Именно поэтому художественное производство это наш приоритет. Будущая культурная институция не будет пространством, в котором искусство демонстрируется, а станет местом, где оно рождается. Не архивом, а фабрикой, питаемой усилием многих творческих людей. Соучастие это наше слово, соучастие это социальный клей, это пробный камень всей нашей активности. В этом ключе мы видим ГЭС-2, культурные институции нового типа, основная задача которой быть не просто физическим пространством, а стать центром социализации, не боюсь сказать, модус пенсанди. Именно поэтому мы обратились к Ренцу Пиано, и его коллегам, которые всегда и везде озабочены в первую очередь созданием интеллектуальных пространств, а только во второй выставочных. Знаете, четыре года, почти пять лет моей жизни связано с этим архитектурным бюро, и я могу вам сказать, что это не просто архитектурное бюро, это братство, это группа единомышленников, это камиказы, которые не пугают сложности и которые готовы на все, чтобы отстоять свой замысел. Извини, Ренцу, за камиказе. Помимо Ренцу, которым просто никогда не сможем сказать спасибо, достаточно, и помимо Антонио Белведере, для которого ГЭС-2 стало делом жизни, я сегодня хочу поблагодарить молодых архитекторов, которые безустали работали над реализацией проекта, дешали им последние четыре года. Вы знаете, это сначала они для нас были имя и фамилии, сегодня они только имя, Дафне, Пауло, Дариус, Мэттью, Боб, Анна, Мария, это не просто архитекторы, это уже жители ГЭС-2, и с ними я должна поблагодарить Грету, которая сумела делаться невозможного, она стала переводчиком между этими двумя мирами, как сказал Ренцо, это не всегда было легко, но они все поверили в наше желание строиться, создать то, что сможет служить моделью для других, это всегда было кредо Леонида Викторовича, он всегда хочет строить что-то, которое является моделью для других, также поверил Рагнар Картенсон, который даже не сомневался, что следует приехать и завоевать, и завладеть ГЭС-2. Три года назад, как раз при первом обсуждении дальнейших проектов с Рагнаром, я сделала провокационные заявления, ставшие достаточно роскошим, и сказала, что ГЭС-2 не будет музея, и до сих пор мне задают волнующий вопрос, если не музей, тогда то, что это? Думаю, нам всем стоит задуматься и расширить свой взгляд на этот медиум, который неизбежно меняется в течение времени. Самая важная музейная организация Айком сегодня работает над тем, чтобы переписаться определение, которое было дано только 10 лет тому назад, в 2007 году. Казалось бы, совсем недавно, но в современной реальности 10-20 лет это целая историческая эпоха, и поэтому требуется изменение, изменение в мышлении, изменение в способной назвать вещей. И, знаете, ничего не имеем против музея. Пусть музеи в традиционном понимании, хранители наследа, воспитатели ценностей будут дальше существовать и развиваться всегда, но мы для своей деятельности хотим чего-то большего. Мы предпочитаем, чтобы ГЭС-2 существовала среди людей, стала частью города, не только встроилась в его ландшафт, но и выступала активным элементом самой городской жизни. Если хотите, и если вам так легче, называйте нас музеем, но будьте знат, пожалуйста, что музей сегодня, и, по крайней мере, для нас, это не храм, а агент, архитектор тех межличностей и отношений, которые делают опыт пребывания в городе действительно современным. Поэтому мы надеемся, что ГЭС-2 окажется надежным каналом вещания, способным улавливаться, переобразовывать и распространяться полифонию современной русской культуры во всей полноте. И совместно с вами надеемся писать и рассказать много истории. разумеется, что такая интенсивная и, прошу прощения за нескромность, успешная история, это результат коллективной работы. Я всегда, как вы понимаете, буду признать Леониду Викторовичу Микельсону за бесконечное доверие и поддержку, и за то, что он оказался такой, как сказала Ренцо сегодня, это надо было переводить раньше на русский, но немножко сумасшедше, скажем так, чтобы взялся за этим делом. Я думаю, не только я, и город, и страна, и мы все можем только сказать ему спасибо. Также я должна быть, хочу поблагодарить всех тех, которые до сих пор работали на нашем проекте, которые сегодня работают и которые будут дальше работать. В этом проекте надо верить, и этот проект я не могу позвать всех, я хочу поблагодарить всех иностранных западных коллег, которые с самого начала были рядом с нами. Сегодня уже третий раз прозвучало имя Франческо Бунами, но это не единственные герои, их много, и я всех не могу позвать, так как не могу позвать всех своих коллег, таких молодых, которые меня просто все время удивляют своим желанием, своим профессионализмом. Есть два человека, я пожалуйста назову только два человека, потому что они со мной с самого начала. Одного из этих человек сидит рядом со мной, это Катерина Чучалина, с которым мы начали с самого первого дня, и который сегодня старший куратор нашего фонда, и другой человека, который никогда не видит рядом ни с кем, но это Ольга Ширкович, боюсь, что ее здесь нет, и это моя опора, без которой я, наверное, сегодня не была бы рядом, не была бы здесь с вами. Спасибо, ребята, я сейчас передаю слово о будущем, потому что это скучные рассказы про прошлом, надо закончить, и надо, чтобы мы начинали говорить о том, что мы будем делать дальше. Спасибо. Спасибо, корреля. О будущем нам расскажет художественный директор фонда ВИСИ Франческо Монакорда. Пожалуйста. Францово Thank you very much, Teresa. Thank you, Leonid, Витриевич, thank you, Ренцо, for inspiring us all, one after the other. I don't think the past is boring. If this past is boring, I don't know how I can match that with the future, because it's far from being boring. I'd like to pick up some of the things that people have said today and start with Teresa saying that an institution is a channel to transform and to spread polyphony. I think any time that we discuss why this is not a museum, we had many points in mind, but three that I think are very important involve the fact that this really aims at integrating different disciplines, at creating the dialogue between different artistic languages. Another element is that we want to profile an approach that favours questions rather than answers, to allow people to participate in this dialogue. And then, Teresa just mentioned it now, I am speaking as a single voice, but I am a collective voice. What I'm going to tell you today is the result of the work of now 70 colleagues that are working with us that in the last few years have been building this story and building this voice. So I'm just an instrument. Teresa has explained the DNA of VAC across history, but that DNA stays like any DNA. And I think the word that she used, dialogue, is one of the most important ones. Dialogue is a weaving of relationships between distant elements. Renzo Piano talked about it this morning and just a few minutes ago he was telling me that without dialogue we cannot build an institution. He has translated it into architecture by turning thresholds into connections. And now it's our job to take this institution without walls, this institution that is transparent, that allow for migration and connections to take down the divides between people, take down the divides between disciplines and artistic and national languages. This is an institution that we hoped it will be and we believe will be audience centred. We want it to be receptive to feedback as a sort of living organism that adapts to its environment, but also we want it to be artist driven. The artists are at the center and from the artists we can learn and therefore, as Teresa said, is focusing on the new, focusing on production, on generating and bringing into the world new ideas and new visions. Because of that, we want to explore new formats and we want to invent prototype and test them out and see how they work. As Teresa but also Renzo said repeatedly, Gestu is a cultural institute which is for this city and continues to this city. It's based on transparency and on fluidity, on this continuing exchange between the inside and the outside, between culture and the urban fabric. The first story, the first news that I want to tell you about is that we are announcing a program that is narrated in five different seasons. What is a season when we program an institution? A season is a period of time which we have ring-fenced around six months in which the whole institution thinks about one particular issue, one particular question or one set of concern that we share with artists. In that sense, we continue the storytelling that Teresa was talking about. This is based on narratives, this is based on themes. So we have chosen five areas that we will think about with artists, with filmmakers, with choreographers, with theater directors, with thinkers, with all sorts of practices that we are interested in profiling. And these are somehow incremental. They start as sometimes similar to cliché, to elements that might look like connected to stereotypes, but they go also very deep into questions that not only have resonance in this country, but internationally are also important and relevant. Listed one after the other, they include, they start with Santa Barbara, they go into truth, they then go into mother, cosmos, and an issue about volume and sound. And to think about them, we decided to formulate them as questions, questions that we would like to explore with artists. Why questions? Because questions are really something that allow for contradictory answers to exist. And also because they encourage audiences to take their own position in relation to these questions. And that's why when we talk about the not-museum, something that is not dividing the inside from the outside, we aim at something that is open-ended, something that generates new knowledge with the audience, for the audience, but with the audience as well. Now the second news that I am announcing today is that we will open guest two with the first project entirely by Ragnar Kjartansson. The first season is called Santa Barbara, How Not to be Colonized, because thinking about an artist that would help us convey the dreams that we discussed today, we thought about Ragnar and his emotional connection to music, art, theater, and his ability to transmit this emotional connection to a really wide and large public. When we started talking to Ragnar, he was fascinated by the fact that Santa Barbara was followed, for those of you who haven't heard of Santa Barbara, this is a soap opera that was produced in America, but was incredibly successful in this country after the fall of the Soviet Union. He had an incredible amount of followers, and Ragnar was fascinated by, has been and is fascinated by the power of moving that drama has, the power that music has to get people to feel things in a heightened state. Of course, the broadcast of this soap opera coincided with the liberalization of the market in this country and with the incredible amount of changes that that fact brought about. But one element that I want to share with you is, for those of you who don't speak Russian, Santa Barbara has become an idiom, an expression that really is synonym to emotionally heightened situations. Teresa, correct me if I'm wrong, but when you are in a situation in which it's overwhelming, you can say, this is a thing in Santa Barbara. Exactly. Of course, if you think of Ragnar's interests, you can imagine that this has triggered this investigation on how much fiction, how much art can activate a model that produce reality, how art, fiction, stories, music, and theater can actually change reality as if by magic. Within this country, the story and the influence of Santa Barbara produced not just like replication of a model coming from abroad, but it also produced resistance. And this is why we called this season with the, we gave a subtitle to this season how not to be colonized, precisely to thematize this relationship between Russia and the West as something that is much more complex that people are aware of. The second season, for the second season, for six months, we will think about the truth. The subtitle for this is what is realism for? In the last few years, all sorts of activities, but in particular, the impact of digital technology has made it very, very difficult to define what is true and what isn't. It's difficult to trust and to select who to trust in the deliverers of the truth. So we want to involve artists and all sorts of artistic discipline participants to think about how is the truth validated, what is the role of evidence in creating and narrating the truth, but also what role can realism play today in contemporary art, in contemporary theater, in contemporary music. These are questions that artists can help us make much more complex than if we don't involve artists. They can help us understand them better. They can help us complexify them. One interesting element, again, for the non-Russian speaker is that in Russian there are two different words for truth, istina and pravda. We all know pravda because of the famous newspaper. But pravda has also an interesting meaning because it involves a tension towards justice, not just like a determination of what is universally truth. So we want to think or ask artists, what does it mean to think of realism when reality is pravda, when it involves these resonances? And ultimately, we believe that truth is a process, it's not like something that exists unmovable and unshakable. But if truth is a process, who participates in building it? Who validates it? Who distributes it? Who makes and decides what is authentic and what isn't? What does it mean to you? Once we have grappled with questions such as those, which you can imagine will take a little bit of time, we will look at mother as the third season of the sequence. The subtitle that we put for this season is Why Motherland? The notion of mother doesn't only involve the idea of reproduction, family, and family values, but it also has to do with labor issues and gender issues, not just in this country, but across the globe. And this is something that in the last five to ten years have been much more complex, become much more complex, and the strive for equality and expression have taken different form and shapes. But interestingly, countries around the world are gendered differently, and Russia, as I'm sure you all know, is called Mother Russia. It's a motherland rather than a fatherland. And what does it mean to have a motherland and not a fatherland? What are the implications of this mythological association with the mother? Is it something that weaponizes the role of the country or the role of the gender in relation to a country and its identity? Or is it something that really is associated with eternal feminine and wisdom, or even with a mythical matriarchy that this country is associated with? Ultimately, these questions contain also like a sort of flip side. Motherhood is containment, it's care, but it's also something that can be controlling and suffocating and sacrificial. So these are also aspects that we want to encourage artists to think about. The fourth season is called Cosmos Nash. Again, for those of you who don't speak Russian, this means like the cosmos is ours. As you can imagine, there's an association with this country and the space race and the conquest of the outside universe, which is not just starting today. As a subtitle, we made an homage to Russian artists and we called it Everyone Will Be Taken Into The Future. You will recognize the Kabakov in part of the sentence. Why the future? Because we live in an epoch where the future is one of the most valuable assets that people can own. You know, if you have knowledge of the future because of some algorithm, if you are like in the stock market, for example, and if you have that advanced knowledge, then you can convert that into money, into power. And that can generate inclusion and exclusion of those who have access to this knowledge and those who haven't. So we have been thinking that this territorial rush for owning the future is very similar to the space rush that once upon a time helped visualize the conflict between the Eastern Bloc and the Western Bloc. But today conquering space and conquering the future has got to do also with the fact that this planet is becoming less and less inhabitable and there are real attempt to conquer the future as a place where in a distant time people might want to migrate. Where will the national state be placed within that sort of future scenario? Alongside this, when you think of the cosmos and the future, you also have an association with cosmologies and those who have been exploring the cosmos as a way of describing it, owning it, and somehow owning it by knowledge rather than owning it by property. And a question that I would like to ask to artists is like, how can we investigate a multiplicity of cosmologies? How can bringing together different ways of describing the whole universe can help us understand our own world? Once we've gone through all this material in the of the first four seasons, we have been trying to decelerate and try to lower the volume of what we want to investigate. So the final season is called Barely Audible, A Still Small Voice. And this is because we wanted to end this narrative and this cycle that I've been narrating you with a change in tonality and something that is less loud in its statements, in its interrogations in the areas of investigation. There is a merit in intimacy as a space where communication is maybe more powerful, maybe more true, maybe more durable than non-intimate conversations. Of course, it's when there is a secret of great importance that people start whispering and start associating with the lowering of the voice. So for us, this shift in volume as a sort of first conclusion of a first set of season corresponds to our intention to being able to rethink ourselves as an institution at that stage and possibly to project ourselves into the space of hope, into the space of the future. Somehow, we need to be barely audible if we want our public to be heard. And that's what we really would like to conclude with, like give back to the public. Now, before giving the words to Ragnar, I want to return just briefly onto the announcement of him being the first artist that we'll open guest to. With Teresa, we always talked about the first season being really impactful and having an incredible effect and iconic element. So we came up with this idea of inviting an artist to take over all the institutional functions. So what we ask Ragnar is not just come and do a solo show, but like come and build with us an institution that you would like to see live in the world. The principle is that we want to learn from artists. The artists are the visionaries who see the futures before others. And we want to learn institutional formats by giving agency to these visionaries. Of course, we shared a lot of interest with Ragnar. One of them is the intercross between performance, theater, music, art, as being a crossroads where the new might be able to emerge. Of course, we have a shared commitment to performance arts as a place where emotional sculptures can emerge and take place. And we thought, and this is really Teresa's intuition, I think, that that emotional sculpture, that ability to touch emotions, would resonate in this country. And in particular, with the love that this country has for music and for theater, which is endless. And Ragnar's response was to look at a soap opera as a location for an endurance piece that involved repetition, but also celebration of that emotional connectedness that is really at the foundation of this country's relationship to art. So why did he and we followed him in selecting Santa Barbara? Because of his popularity on one element. Because somehow that made Western models visible, desirable, or hateable. And also because what activates Santa Barbara is the same medium that Ragnar uses in his work. It's emotion. And it's really quite uncontainable emotional response. And that is when art can really affect the psychic, when it affects the world in a way that is not, there's no sort of no return way. What will this be? I think Ragnar will tell you more in detail. But essentially, he has proposed to us to turn the nave that was described by Renzo and by Antonio into a monumental set, a sort of cinema studio, whereby every day a new episode of the original series will be reshot in Russian. So the public will come into guest two, and they will see these universal studios by Ragnar Kjartansson constantly operating, every day churning up a new episode with Russian actors and members of the public being alongside, looking, and possibly even participating. Alongside this is also prepared a series of curated scenes that will accompany this quite large commission. These are exhibitions that involve cast of actors which accompany his own work. So we will have a series of works in the galleries by Ragnar that will be augmented by people that he's been in dialogue with. But the same will happen in film, in live events such as performances and theatrical pieces, music, and the educational program. All of which will be, and have been, I can say, co-designed with the artist, expanding on his interests. I find it important to mention that its relevance, the relevance of this project, has to do with the relationship with the past. Teresa was talking about the past. I think remaking daily something that has a connection with somebody's past means revisiting emotions, but also revisiting histories. And through that emotion, understanding history better. This will become a ritual. Everything that Ragnar instigates somehow has this element that is quasi-religious of ritual and repetition. And what I'm really delighted is that we could give you a sense of this yesterday. We started this press conference with a fragment of the show that will come here in September next year. So I'd like to thank you, Ragnar, for what he made us feel yesterday, because we felt what we are going to bring in in a year time. And to quote the Minister of Culture of the city of Moscow this morning, I think Ragnar is the man who will give us twice as much heart as anyone else. Thank you. Thank you. Ragnar, Ragnar, у меня был чёткий план, какие вопросы тебе задать, но вчерашняя ночь многое изменила. Вчерашний перформанс, который проходил в театре Маяковского и длился шесть часов, в котором ты пел эту фразу, которую я сегодня утром встречаю на улицах Москвы, люди, проходящие люди пели. Ну да, это было вокруг ТАСС, но люди пели фразу «Печаль победит счастье». Заставило меня ещё раз посмотреть на всё это с другими глазами. То есть знаменитый между людьми, между кураторами VAC формата, о котором мы всё время говорим, так называемый «тайковер», то есть переход в режим Ragnar, произошёл. Он произошёл вчера, и это было удивительно, это было очень трогательно и очень важно. Очень важно. И я знаю, что ты знаешь, что происходило, и у нас у всех, у каждого из тех, кто там вчера был, есть свои ощущения, довольно уникальные. Но то, что ты, возможно, не знаешь, это то, что происходило за пределами сцены, то есть в самом театре. И это было самое удивительное. Пришли люди, которых я не видела годами, пришли люди, которых я встречаю иногда в театре, я встречаю иногда в клубе, может быть, я встречаю на улице. Это были люди совершенно из разных сообществ. И они никуда не спешили. Они никуда не спешили, потому что ты назначил им это время. Это время, которое длится, и они могут его провести вместе. И это не открытие. Идёт перформанс. Ты поёшь, возможно, ты страдаешь или ты радуешься. И они проводят свой перформанс за пределами сцены. Вот это вот сочетание этих двух реальностей было для меня самым потрясающим вчера. Ещё это было гипнотически. Это было гипнотически. И это напомнило мне Кашпировского, который с экранов телевизоров в 90-е заряжал воду. И страну вводил в то самое знаменитое гипнотическое состояние. Это был тот самый момент, 92-й год, когда на экраны появилась Санта-Барбара. Вышла Санта-Барбара, да? И да, Франческо рассказал о всей подоплёке, наших интуициях, наших желаниях говорить о современном обществе, возвращаясь мысленно и в проектах вместе с художниками в разные исторические моменты. И действительно это так, потому что Санта-Барбара, 90-е годы – это время суперважное для всех нас, да? Это время карнавала, это время освободительное, это время глубочайшего исторического энтузиазма и иногда исторического скептицизма. Это были размышления наши, да, кураторов, команды, фонда ВИСИ. И это было наше убеждение, наш интерес. И второй наш интерес был в том, что мы хотим делать проект с Рагнером. И вот эти две интуиции встретились в этой точке, которая называется Санта-Барбара. Я уже как бы не понимаю, как это произошло. Это действительно какое-то… Ну, это было довольно удивительное совпадение, для меня стопроцентное. Я хочу поговорить об этом. Хочу, чтобы ты сказал, что это Санта-Барбара для тебя значит и зачем она. Санта-Барбара для тебя значит «Санта-Барбара для тебя». Да, это было довольно круто, чтобы быть здесь. И, да, я… И, да, я не знаю, что это было. Да, я не знаю, что это было. Да, я не знаю, что это было. И, да, я знаю, что это было. И, да, я знаю. И это был день после моего открытия в Рейкавик Артмузеум. И я, понимаете, Асфанес, я немного неожиданно, и неожиданно, и я на моих дорогах, И Францеско Бономи сказал, что, я у меня есть друзья, мы должны быть в кафе. И тогда Тереса пришла с планом для музея, и я думала, что вы хотите сделать это? И это было очень круто. И тогда эта путешествия началась. И это было... И это было очень много времени, чтобы я пришел в голову, потому что я просто человек. Это не музея, это будущее. Ах! Вы пытаетесь найти это. Потому что я пришел из страны, где вообще нет институтов, практически. И... Но... Идея для Санта-Барбара появилась... Это коллаборация, которая была в течение 3 лет. И... И... И мы приехали сюда, в Москву, и... 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 И мы начали говорить, что мы делали в ВЗСЕ, как мы занимались вещами. И это постоянно оказывалось об этом, это звучало вроде как базе строметельно. Такие молодые, круты рухи людей всегда говорили о реенахтности истории. И я fand это очень интересный. and and then Francesco did a cool thing he organized like a meeting in the VAC, like a brainstorming meeting where the team was discussing the future and kind of KGB style I got a recording of that meeting and listened to it in the bathtub in Reykjavik yeah and then there was like a lot of ideas and then certainly a lady from the from the education department Sasha Ashina mentions like Santa Barbara mentions that he just read an article about Santa Barbara that by this guy Mikhail Iocel that like Santa Barbara explains how Russians feel about everything and as he just sort of mentioned that as a joke and I just heard that in the bathtub and something bling and somehow then this idea started brewing that the backbone of this exhibition which will take place next year is going to be this performance of Santa Barbara within the nave of the building also because the the nave is you know you see it here it's this it's this cathedral of light and to to use that space I kind of started thinking about the the old the old Hollywood studios where they just use the sunlight to to do films so kind of to to you to turn it into a film studio and to to use Santa Barbara as this as this focus so that there is an almost emotional sculpture constantly going on in the nave where this these episodes that were shown in Russia just after the fall of the Soviet Union are recreated in Russian so we will start I think I think it was episode 290 something that was first aired in Russia and it's interesting like like you know Gorbachev said bye bye in August 91 and then Santa Barbara came on state TV in January 92 so it's really just like hello capitalism here we come and it's and in a way I think of it as a as a it's really like it's you know it's a it's almost a reenactment of it's like it's really like a reenactment of Waterloo or something it's like this it's this hugely historical moment in Russian history and in like not just in Russian history in global history I mean you can imagine like the the echoes of the fall of the Soviet Union everywhere like you know my family always drove Lata until the fall fall of the Soviet Union so like and Iceland and Iceland was very and that I think is also kind of interesting that like from from my background to to work here and do this show is that like I like Iceland was almost like you know it was really in right between we always said in the Cold War that it was conveniently situated right between Moscow and Washington so there was always this really there was really a lot of American influence and Russian influence so like cars were either American or Russian and we traded I remember we traded woolen scarves for the Soviet army for Lata and you know like cinema and TV and always the Russian circus on New Year's Day in television so it's almost like I kind of in my childhood I had a bit of a Soviet light it's like a light version of the Soviet Union in our culture and and then and then the 90s the Russia in the 90s was just like this completely fascinating place of tabula rasa of of mayhem and I went to St. Petersburg when I was 21 and 97 and stayed for for two weeks and was just completely in love you know it was as much mayhem as in my soul back then and I remember like I came to Copenhagen airport after this trip and cried because I was so devastated to be back in normality and of course like you know a lot of things have changed and but I'm I've always been fascinated with with I've just been fascinated with with Russia always and and also from from being raised in the theater and and you know kind of drinking Chekhov with my mother's milk so 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 I'll just so the reason also the reason Santa Barbara is the the backbone project it's really I it was just it just overtook me I just I just thought it was so fantastic and I'm still super excited about it because I think it will be a very interesting sculpture but it will be a it will be a performance going on for five months where we try to recreate one episode every day so the the nave here will just be full of you know people building sets cameras actors smoke machines beep 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 recording in session and all that stuff because I also really love love the 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 backside of cinema and theater you know not the not the storytelling but just the the way it's done it's I just find it so beautiful when there's all this you know all this focus and all this thing and it's just some person saying I don't love you anymore and like this so that's going to be this sculpture and I think both for it's not only for historical reasons and like you know I want to retell the story of Russia of course I cannot do that but I I think like but also for just and also just when Katya told me that like this was a phrase in Russian when I was discussing this idea of Santa Barbara and you said that you know this is a phrase how is it again in Russian I'm trying to remember but you know like yeah you know don't be so Santa Barbara about it when they say don't be too and they say oh it's over-emotional or no it's already Santa Barbara which means that someone who is that's 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 why I think it's going to be this sort of emotional mass and I want to it's like a mass of emotions like a granite of a monolith of a strong emotions I think this totally explains it all I think that's 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 you can put your maybe you can put your idea переслушивая историю знакомства Ragnar с фондом и то как эти отношения начинались и как они плодотворно продолжились только что я подумал что Ragnar быть может оказался не только закономерным художником открытия ГЭС-2 но и художником неизбежным во многом потому потому что ГЭС-2 видит свою основную задачу в критическом переосмыслении культурных тропов общих мест стереотипов о национальной культуре в данном случае русской и рассказчикам историй и мне кажется что Ragnar должны быть близки эти установки во многом потому что Ragnar тоже любит рассказывать истории и любит их рассказывать на основе других историй заново используя мобилизуя потенциал скрытый потенциал других историй например истории Санта-Барбары возможно что-то осталось неувиденным что-то осталось незамеченным и Ragnar также интересует повторение и тоже то что скрывается в повторении когда некогда живые наполненные жизнью нарративы истории в результате повторения превращаются в статичные образы в такие языковые окаменелости в осадочную породу языка и стереотипы это тоже такая осадочная порода и Ragnar тоже интересуется стереотипами во многом насколько я понимаю например стереотипами западной культуры и это уникальная конфигурация делать Ragnar таким вот что ли идеальным посторонним то есть он с одной стороны давно и активно вглядывается в русскую культуру любит его любит ее и иногда упоминает какие-то очень тонкие нишевые и очень уникальные отсылки а с другой стороны в силу своей такой внешней позиции он может увидеть стереотип увидеть клише в такой вычищенной беспримесной дистиллированной форме и поэтому с ним эффективнее работать и мой вопрос к Рагнеру на самом деле как раз таки возвращает нас в пространстве русской культуры интересно кто населяет его воображаемую Россию какие персонажи герои там имеют право гражданства грозный 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 знаете прежде всего это Антон Чеков он и нравственная модель и художественная модель для нас он был одним из величайших художников мировой истории но в то же время великий человек прекрасный человек и и конечно я очень любил его и это очень важно для моей художественной деятельности вот эта связь драмы юмора который присутствует у Чехова то есть но такая серьезность и нет ничего глупее чем быть серьезным слишком серьезным то есть как встречаются противоположности как они сходятся и Чехов является той личностью которой вам будет не хватать ну я помню как премьеры в московских театрах пьес Чехова «Три сестры» и так далее это что-то очень прекрасное из всего что я видел но на самом деле предполагалось что это будет комедией но вот эта драма погубила ее то есть вот эта связь между юмором и серьезностью характерной для Чехова ну и у Пушкина тоже мы это находим и вот когда я стал участвовать в проекте я начал читать Евгения Онегина и раньше мне казалось что это настолько тяжелый такой русский стиль стиха поэзии оказалось нет что это такая легкая вещь ее легко читать это конечно старая классика но я очень очень влюблен в нее и в 20-е годы я когда мне было простите 20 лет 20 или более я обожал такие группы как кино обожал Виктора Цуэ и вот фильм из Вягинца мне кажется это лучшие фильмы и можете бесконечно продолжать и называть имена Артемова и других и Амалевич что бы с нами было если бы не было Малевича он конечно нельзя его назвать великим художником но он скорее великий разрушитель для художников Арепин Иван Грозный убивает своего сына да Илья Репин это мой любимый художник вот эта картина это одна из самых любимых номер один для меня и когда я в Исландии думал об этом ну я думал что вот настолько изолированность от мира то вы не увидите какой-то связи с внешним миром с искусством во всем мире и какие-то изолированные отдельные художники которые могу назвать вы о них и не слышали и когда мой отец приехал в Советский Союз и мы были в гостях у художников которые нас пригласили в Советский Союз мне моя мама рассказала историю вот этого произведения в Москве и на меня такое впечатление произвело столько эмоций вызвало вот как убийство своего сына а мама видела эту картину и это сильнейшее произведение искусства и когда мама приехала она не перевезла мне какую-то открытку но она так красочно это описала и рассказала мне что впечатление на меня было очень глубокое это вот пример того как может воздействовать искусство на человека что искусство это нечто как живое существо и так далее и так далее могу говорить об этом бесконечно у нас есть время еще на вопрос есть еще спасибо большое и мы уверены что у вас друзья есть вопросы потому что для вас было много сюрпризов в этой части мне кажется пожалуйста задавайте просто поднимайте руку и наши коллеги вам подойдут с микрофоном нет вопросов добрый добрый день еще раз газета нью-йорк таймс иван чапуренко я хочу спросить о том насколько VAC готовы будут работать с непосредственным российским контекстом потому что здесь много раз говорилось что ГЭС-2 будет находиться неподалеку от Кремля с другой стороны это остров Балчук неподалеку от Болотной площади то есть есть определенные рамки непосредственные не только очень интересные новые абстрактные о которых вы сегодня говорили но есть какой-то непосредственный контекст зачастую такие институции как ваши за границей работают как раз с чем-то более маргинальным с меньшинствами в том числе с политическим меньшинствами насколько вы будете готовы работать с этим в России спасибо полагаю что вы хотите от меня услышать ответ я должна вам открыть секрет Леонид Викторович все время говорит что я человек который не видит стены поэтому вместе того чтобы увидеть в Кремле или в собор какие-то ограничения я хочу думать что наоборот это возможность возможности начинаться новые диалоги мы 10 лет уже работаем с этим контекстом не начинаем сегодня как я говорила мы работали в контексте так как мне гордо сказать другие не работали я поэтому специально напоминала выставку в музее вооруженных сил это же очень сильно захотеть работать с контекстом чтобы пойти в музей вооруженных сил с молодым художником никому незнакомым мне кажется у нас желание огромное и продолжаться в это направление мы работаем все время не спрашивая там паспорт художников или национальности или что-то такое нам интересно искусство как сказал Рагнар это искусство может может изменить может изменить нашу с вами жизнь вот вчера вечером по окончании перформанс Рагнара я получила очень много смс от людей которые мне говорили мы не знали что это может быть вот мы хотим чтобы к нам приехали в гости люди из Кремля из собора и тоже увидели то чего не знали что может быть почему бы нет открытый диалог я же говорила это неизбежный диалог думаем верим очень сильно в этом пожалуйста еще вопросы если больше нет вопросов то мы благодарим вас большое за ваше внимание и надеемся уже в следующий раз встретиться открывая в буквальном смысле ГЭС-2 убедимся через год да спасибо большое спасибо